О том, что лето – это время напряженной работы спасателей и других экстренных служб, повторять не нужно. Об этом и так знают все. Но несчастные случаи почему-то продолжаются. Как правило, причина гибели людей на водоемах – алкоголь и невнимательность. В числе утонувших не только беспечные взрослые, но, к сожалению, и дети. По оперативным данным о свод утопления на водоемах погибло три жителя города Бреста. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то на одного человека несчастный случай было в прошлом году больше. Но это, конечно, все связано с погодными условиями, от этого много чего зависит. Кроме того, спасена у нас одна женщина, которая спрыгнула с моста по Бреста, и наши спасатели оказывали ей помощь, и ситуация закончилась нетрагично. Но из трех случаев хочется особое внимание заострить на том, что последний случай у нас произошел совсем недавно, где мужчина спрыгнул с моста по проспекту Республики на речке Муховец, и ситуация закончилась трагедией. Чтобы избежать жертв на воде, в Бресте постоянно проводятся различные акции с участием представителей освод и бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка. Одна из таких состоялась накануне на одном из пляжей города Бреста. И название у нее – «Летний патруль». «Летний патруль» – традиционная акция, наступает летний период, и здорово, что совместно со СВОД, с МЧС, наши молодежные отряды охраны правопорядка тоже проводят профилактические работы. Почему Красный двор? Это очень знаковый и массовый объект для города Бреста. Сюда приезжают не только брещанины, но и гости. Это областного центра, это обновленная площадка, и понятно, что ожидается здесь большое количество скоплений отдыхающих. Поэтому, конечно, мы решили здесь провести обучение ребят правилам первой помощи. Конечно, мы проведем профилактическую работу, правила спасения людей на воде, чтобы, так сказать, отработать уже этот объект. И я уверен, что на протяжении лета, то есть в рамках акции «Летний патруль» наши ребята тоже будут совместно со СВОДом усилять вот этот вот объект, чтобы действительно проводить здесь и профилактические мероприятия, и помочь сделать лето наших горожан безопасным. «Летний патруль» – это хорошая возможность обучить молодежь навыкам спасения людей на воде и оказания первой помощи в случае реального, чрезвычайного происшествия. А чтобы знакомство с теорией проходило интересно, сотрудники «Освод» к вопросам обучения волонтеров традиционно подошли творчески, организовав для бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка учебный семинар с элементами практики. Программа началась на базе зоны отдыха «Красный двор», где молодежи показали технику спасателей, водолазную оснастку, а также методы спасения человека. «Немножко у него дыхание есть, и он где-то вот нахлебался, у него будет какой-то хрип, он будет немножко хрипеть, будет слышно. Опять же, вы когда наклоняетесь, видите, экскурсию грудной клетки, она должна подниматься или опускаться. Если этого нет, соответственно, все реанимационные мероприятия нами должны быть проведены». Попрактиковавшись в сердечно-легочной реанимации на манекене, пришло время научиться правильно бросать спасательный круг с веревкой и длинный трос с поплавками и утяжелителями с петлёй на одном из концов. Со стороны кажется легко, а вот на деле данный инвентарь требует немало силы. «Со стороны это может выглядеть легко, потому что он пластиковый такой, вроде бы не очень большой, и кажется, что он лёгкий. Но когда его берёшь в руку, все эти мысли просто развиваются, потому что он достаточно увесистый. Но всё-таки это не прям сильно сложно, если правильно замахнуться, то можно попасть в цель». «Сюда я пришёл, чтобы правильно научиться помогать людям во время экстренной ситуации. Если человек утопает, буду знать, как правильно его реанимировать и что делать в таких ситуациях, как не паниковать». В завершении мероприятия ребята попробовали свои силы в роли спасателей, обучающих, отдыхающих основам безопасности и жизнедеятельности.